Всем привет! На свое 20-летие P-Game реализнулся с версии 2.0, то есть 28 октября сего года было 20 лет библиотеки P-Game, одной из самой популярной игровой библиотеки для программирования на языке Python. И именно в этот день состоялся релиз библиотеки с версии 2.0. И что же в ней нового? Ну как минимум присутствует обратная совместимость, что означает, как пишут разработчики, если у вас есть исходники игры, ну например от 2000 года, то она должна работать с новой библиотекой также. Также оставили поддержку второго Python, что очень неплохо. Ну и так, что же нового, кроме Yentu, да? Это поддержка Metal Direct 3D, Vulkan, OpenGL 3.0+, OpenGL ES и других API для современных видеокарт. SSE2 Neon, что означает более быстрая процедура отрисовки изображений, быстрая загрузка изображений, ну и альфа-смешивание. Исправлено много ошибок, связанных с P-Game Draw, P-Game Math и P-Game Mask. Улучшенная поддержка для PyPy, это быстрая реализация Python на основе JIT. Поддержка Libsdl2. Технически P-Game 2.0 продолжает работать с sdl1, но рекомендуется перейти на sdl2. Разработчики говорят, что возможно sdl1 будет выпилен в P-Game 2.1. Поддержка сенсоров, ну мультитач, там жесты и все такое. Поддержка аудио входа, что подразумевает возможность играть в игры с использованием микрофона. Добавлены предупреждающие информационные окна, ну в которых что-то там написано и есть кнопочки ОК или отмена. Лучшая поддержка клавиатуры. Православный ввод Unicode и поддержка EME. Говорят, что значительно улучшили поддержку игровых контроллеров, ну джойстиков значит. Лучшая поддержка изображений и аудио форматов. Поддержка формата WebP, 32-битных вау файлов и, говорят, проигрывание MP3 стало на порядок надежней. Поддержка нескольких, внимание, нескольких дисплеев. Ну и поддержка нескольких окон. По поводу поддержки нескольких окон, так и Ента еще в стадии экспериментальной поддержки. Говорят, что с этим ситуация будет лучше в P-Game 2.1. Поддержка андроида через питон для андроида. Документация, говорят, так себе, пока, но позже обязательно будет лучше. Чтобы сделать распространение ваших приложений проще, есть встроенный PIE Installer Hook и совместимость с CX Freeze. Множественные улучшения для облегчения программирования. Ну, например, чтобы закрасить что-то ранее, нам нужно было вызвать функцию ShowFace.fill и передать аргументам P-GameColor 0.0.0. А теперь можно вызвать ShowFace.fill и передать строку со словом Black. Ну и понятное дело, что эти ключевые слова поддерживаются большинством функций. А еще, а еще, на краях прямоугольника можно нарисовать закругленные углы. Ну, наверное, чтобы не пораниться. Ну, добавили еще много всяких примеров. Ну, сотни улучшений в документации и, что немаловажно, добавили руководство на корейском языке. Ну и добавили специальный режим масштабирования, который масштабирует игры с мелким разрешением в окна с большим разрешением. Ну, например, у вас есть очень крутая игра с пиксельной графикой и с разрешением 320 на 200 пикселей. Но на мониторах с разрешением, например, Full HD или 4K это будет выглядеть не очень. А вот с PIE Game 2.0 все масштабируется и все должно выглядеть очень даже неплохо. Масштабируются пиксели, координаты мыши, ну и все такое. Ну, вот, собственно, и все про основные улучшения. Поэтому бегом обновляемся на Python 2.0 и пилим, пилим, пилим играми. Ну, а на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok